Не прекращается тоска и сильное желание верующего, ведь сердце его стремляется к дому Аллаха, в котором есть замзам, утоляющая жажду жаждущего. Всевышний Аллах проявил щедрость к своим рабам, сделав их связь с его домом непрекращающейся. Малые паломничества умры стирают совершенные между ними грехи, а вознаграждением за безупречный хадж может быть только рай. Умра включает в себя хождение в состояние храма, обход вокруг Каабы, хождение между холмами, бритье волос или их укорачивание. Человек должен вступить в состояние храма в Микате, снять с себя одеждой, умастившись благовониями. Мужчина должен облачиться в изар, то есть на бедренную повязку и ряда, накидка на плечи. И лучше, если они будут белыми. Женщина же может надеть любую дозволенную одежду, в которой нет украшений и прикрас. Она не может надевать ни Кааби, перчатки. Однако ей следует прикрыть свое лицо, опустив на него свой химар, если она попадает в поле зрения посторонних мужчин. Вознамериться для вхождения в состояние храма желательно после обязательной молитвы, если в этот момент ее время. Если же нет, то после желательной молитвы, после омовения или же другой желательной молитвы. Человек в состоянии храма должен раздержаться от запретных деяний, таких как половая связь, умощение благовониями, укорачивание волос, охота, сватовство, вступление в брак. Все это как для мужчин, так и для женщин. А только для мужчин запрещено покрывать волосы, надевать рубаху, штаны, носки и тому подобное. Сунна является произнесение тальбии следующим образом. Тальбию желательно произносить вплоть до прибытия в Мекку. После же следует прекратить ее произнесение и приступить к обходу вокруг Каабы. Когда паломник достигнет заповедной мечети, ему следует войти в нее с правой ноги и произнести Начать обход вокруг Каабы следует, пребывая в состоянии очищения. Начать необходимо с черного камня. Следует прикоснуться к нему и поцеловать его, если есть возможность это сделать. Если же нет, то следует указать в его сторону рукой и сказать «Бисмилляхи в Аллаху Акбар». Затем паломник становится так, чтобы Каабы была слева от него и совершает обход 7 раз, каждый из которых начинает он с места черного камня и им же завершает его. Мужчине желательно раскрыть свое правое плечо во время обхода таким образом, что середину накидки, то есть ряда, он помещает под правую подмышку, а край ее на левое плечо. В первых трех кругах ему желательно ускорить шаг и совершить обход трусцов, которые во время шага ноги кладутся близко друг к другу. Каждый раз, проходя мимо черного камня, паломнику следует произнести Аллаху Акбар. Когда он будет идти между еменским углом и черным камнем, желательно произнести «Раббана атина фиддуния хасанах, во фил ахирати хасанах, вакина азабан нар». В остальное же время ему желательно обращаться к Аллаху с мольбой, поминанием его именем, чтением Корана и не будет правильным применять какие-либо определенные особые слова для определенного круга. После окончания обхода паломнику следует прикрыть плечо и совершить два ракаата молитвы стоя позади места стояния, то есть макама Ибрагима, если есть такая возможность. Если же нет, то в любом месте мечети. Желательно прочесть в первом ракаате Суру Кааферун, а во втором Алихляс. Затем паломник отправляется для хождения между холмами Сафа и Марва. Когда он приблизится к Сафе, ему желательно прочитать аят «Инна Сафа воль Марва тами шаа ириллях» и сказать «Абдау бима бада Аллаху би» То есть я начиная с того, с чего начал Аллах. Произнести это следует только в начале хождения Са'я. Затем паломник забирается на Сафу и поворачивается в сторону Каабы, поднимает руки, возвеличивает Аллаха, восхваляет его и говорит Он произносит эти слова трижды, и между ними может обращаться к Аллаху с той мольбой, с которой поживает, однако после третьего раза он уже не произносит мольбу. Затем паломник спускается и идет в сторону Марвы. Достигнув зеленых обозначений, мужчине следует сильно ускорить свой шаг. В конце этих обозначений ему следует идти так, как обычно. Достигнув Марвы, ему следует забраться на нее и обратиться лицом к Абби, повторить то же, что сделал на Сафе. Затем он спускается с Марвы и отправляется на Сафу, и повторяет то же, что делал во время ходьбы в сторону Марвы. Ему необходимо совершить семь обходов. От Сафы до Марвы это один, а с Марвы до Сафы это уже другой. Второй. После данного хождения ему следует побрить волосы на голове или же укоротить их, однако бритье будет более предпочтительно. Женщина же укорачивает от кончиков своих волос размером с фалангу со всех сторон. После этого умра считается завершенной, и человек выходит из состояния Ихрама. Продолжение следует...